В Первоуральске до сих пор устраняют последствия урагана, который обрушился на город накануне вечера. Ветер был настолько сильным, что без труда повалил десятки деревьев и даже опору для освещения на футбольном стадионе. В результате природного бедствия городской колледж остался без крыши, а один из детсадов без воды и электричества. Сколько денег унесла стихия, посчитал Дмитрий Сгагин. Первоуральцы с самого утра осваивают профессию дровосека. Помогают местным коммунальщикам, которые просто не успевают убрать сломанные ветки. Долгожданному дождю горожане совсем не рады, ведь он не только сбил пыль, но и побил градом урожай, не затопил улицы. Ураганный ветер повалил столбы и деревья, повредил электросети и больше десятка автомобилей. Последствия разгула стихии устраняют не только аварийные, но и специальные бригады волонтеров. В городе повалило много деревьев, и школьные территории не стали исключением. Скоро у нас 1 сентября, дети пойдут в школу, а тут такой, скажем, бардак. Мы решили активизировать все свои силы, собраться и помочь школам. Но помощь понадобилась не только школам. Местный металлургический колледж после непогоды недосчитался нескольких окон, забора и большей части крыши. Теперь к новому учебному году придется готовиться вновь и в спешке. Буквально подписываем уже акт. Должны были подписать 18-го о запуске нашего учебного заведения. Но теперь не знаем, как быть. Это получается 70% кровли нет на здании. Мы еще, тем более, год назад сделали второй этаж полностью, ремонт капитальный. Но самый значительный ущерб ураган нанес первоуральскому стадиону. Не устояв под напором ветра, там рухнула одна из опор освещения, которое стоит около миллиона. Хорошо, хоть пострадавших среди спортсменов нет. Юные футболисты успели укрыться в здании. Сначала увидел то, что идет град, вышел, вышка пошатнулась и упала. Вышка сначала падала медленно, а в конце метров от десяти она полетела. Унесенные ветром деньги с утра подсчитывают в городской администрации. Дольше всего на экстренном совещании говорили о разрушениях кровли домов и потопах в квартирах жителей. Пострадавшим, возможно, окажут финансовую помощь. Однако сперва чиновники предлагают навести порядок и выяснить, почему о свето-представлении жителей заранее никто не предупредил. Мы сегодня связываемся с управлением МЧС по этому факту. Будем разбираться, почему не было никаких сообщений. Либо они где-то не выловили, либо ураган ушел в другую сторону. Его не отследили. Правда, предупреждение вряд ли бы помогло избежать потерь. Уж слишком стихия разбушевалась. Поэтому горожане, почитывая убытки, надеются, что свой лимит по дождям природа исчерпала. Дмитрий Изгагин. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова